Привет, ребят! Меня зовут Лена, я графический дизайнер, и добро пожаловать на мой канал о графическом дизайне. И сегодня я решила вам показать, как нарисовать такого милого мишку в плоском стиле. И если вам интересно, то погнали! Итак, начнем урок. Возьмите пипеткой этот цвет и возьмите инструмент прямоугольник, держите shift и нарисуйте квадрат, это наш фон. Так, теперь возьмите с помощью пипетки опять же этот цвет и инструмент овал и создайте овал 400 на 400, это будет наша голова. Окей, так, подвиньте сюда, возьмите теперь инструмент прямое выделение и эту точку опустите вниз, а эту точку поднимите наверх, вот так. Так, теперь возьмите инструмент овал, только сначала возьмите темно-коричневый цвет и инструмент овал и сделайте овал 113 на 113, это наши ушки. И поставьте вот сюда. Так, теперь объект, контур, параллельный контур и здесь минус 22, окей. И возьмите этот цвет. Теперь дважды копируйте и ставьте светлый овал, одно из копий опустите вниз, выделите обе копии. Обработка контуров, исключение, разгруппировать, снимите выделение с нужной части, удалите ненужную и нужную часть, делайте этого цвета. Так, теперь голову принесите на передний план и давайте заблокируем в слоях фон, чтобы он нам пока не мешал. Вот он, заблокируем. Так, теперь выделяем только ухо, группируем его, отображаем по вертикали, копиям и сдвигаем сюда. Выделяем оба уха и выровняем их. Так, лучше это ухо чуть-чуть так вот поближе. Вот так. Так, дальше. Берем темно-коричневый цвет, создаем еще один эллипс. Так, который у нас будет 327 на 387. Ставим сюда наше тело, переносим уши и голову на передний план. И немножко поднимите тело вверх. Вот так. Так. Дальше. Берем этот цвет и инструмент овал опять. И создаем руку размером 127 на 248. Окей. Так. Теперь возьмите этот цвет. Инструмент овал. И нарисуйте здесь вот такой вот небольшой овальчик на руке. Так. Немножко поработаем с ним. Чуть-чуть сусте. Расширьте. Так. Лучше выровняем. Так. Давайте выделим руку. Возьмем прямое выделение и эту опорную точку поднимем немножко вот так вот вверх. И этот овал чуть-чуть вверх. И этот овал чуть-чуть вверх. Да, вот так сейчас хорошо. Так. Руку немножко вниз. Теперь опять трансформировать. Отобразить по вертикали. Копия. И сдвиньте сюда. Выделите оба элемента и выровняйте их. Так. Идем дальше. Теперь ноги. Опять инструмент Ellipse. Только выберите этот цвет и Ellipse. И создайте Ellipse 197 на 265. Ок. Так. И поставьте вот сюда. И эту точку опустите немножко вниз. Так. Теперь объект, путь, контур, параллельный контур. И минус 22 также и светлый цвет этот. Так. Теперь выделите обе формы и сгруппируйте их. Поверните ногу. И поставьте сюда. Так. Сустьте немножко. Еще поверните. Вот так. Теперь опять правой кнопкой мыши. Трансформировать. Отобразить. По вертикали копия. И поставьте вот сюда. Выровняйте обе ноги. И все. Так. Немножко руку подвинем. Так. Теперь займемся лицом. Так. Возьмите этот светлый цвет. И овал. Создайте овал 159 на 159. Хорошо. Поставьте сюда. Теперь с помощью прямого выделения опустите эту точку вниз. А эту точку поднимите вверх. Так. Теперь поставьте сюда. Возьмите инструмент сглаживания. И немножко вот так поиграйте с формой. Чтоб она стала не очень идеальной. Так будет более интересный дизайн. Возьмите черный цвет и инструмент овал. И создайте овал 44 на 44. Это наши глазки. Так. И ставьте сюда. Эту форму принесите на передний план. Так. Нам нужно взять с помощью пипетки. Вот этот цвет. Чтобы добавить блеска глазам. Возьмите эллипс. И нарисуйте вот такой вот эллипс. На глазики. Так. Дальше. Возьмите обе формы глаза. И сгруппируйте их. Теперь трансформация. Отображение. Опять по вертикали. Копия. Ставьте сюда. Это перенести на передний план. Так. Теперь выровняйте немножко глазки. Вот здесь. И сдвиньте немножко влево. Так. Немножко. Я думаю глаза нужно все-таки повыше поднять. Чтобы они не были так спрятаны за носом. Так. Теперь берем темно-коричневый этот цвет. И инструмент многоугольник. Создаем нос. Здесь у нас 50,3. Так. Создали такое. Теперь правая кнопка мыши. Отображение. По горизонтали. Ок. Сделайте поменьше. Поставьте сюда. Делайте пошире. Вот так. Теперь прямое выделение. Выделите все точки. И закруглите вот так вот примерно. Чуть-чуть побольше. Чтобы было похоже на такой вот милый носик. Так. Теперь рисуем здесь дальше рот. Возьмите темно-коричневый самый цвет. В обводке. И нарисуйте здесь прямую линию. с помощью пера. Вот так. И вот эту кисть возьмите. Так. Теперь возьмите инструмент дуга. Держите shift. Нарисуйте такую вот улыбочку. Поверните ее вот так. И поставьте сюда. Возьмите эту кисть. И поднимите повыше. Так. Теперь. Немножко побольше сделайте эту часть. И поставьте назад. Выровняйте. То есть нос перенесите на передний план. А эти между собой выровняйте. И поставьте по центру носа. Вот так. Так. Идем дальше. Берем розовый цвет. И инструмент. Овал. И рисуем щечки. Так. Первая щека. Поставьте сюда. Так. Теперь нам нужно нарисовать блик на щеке. Берем светло-розовый цвет. Так. Инструмент. Кисть. И рисуем. Вот такой вот блик. И переносим заливку в обводку. То есть обводку в заливку. И с помощью смягчения сглаживаем. Так. Выделяем. Делаем чуть поменьше наш блик. Так. Теперь выделяем обе формы. Группируем их. Трансформирование. Отображение. По вертикали. Копия. И ставим копию сюда. Да. Так. И выравниваем щечки. И немножко сдвиньте вправо. Так. Теперь нам нужно нарисовать полоску на лбу. Возьмите светлый цвет. Нам он нужен в обводке и перо. И нарисуйте здесь прямую линию. Так. Теперь нам нужно выбрать базовую кисть. Здесь у нас поставить галочку. И здесь 12 и 12. И выберите вот эту опцию. И здесь давайте поставим толщину 4. А нет. Лучше 3. Да. Вот так будет получше. Так. И немножко чуть-чуть опустите вниз. Вот так. Так. Идем дальше. Теперь нам нужно нарисовать на животике еще овал. Нам нужен этот же цвет, только уже в заливке. Нарисуйте вот такой вот овал. Так. Теперь ноги перенесите на предний план. Возьмите инструмент прямого выделения и эту точку поднимите немного вверх. Вот так. Так. Хорошо. И теперь сделайте чуть больше живот. Так. Теперь возьмите этот цвет и нарисуйте здесь овал. И возьмите этот цвет, возьмите прямоугольник, держите shift, нарисуйте квадрат. Держите shift, поверните на 45 градусов. Возьмите инструмент этот и держите shift. И вот так вот вытяните эти стороны, получится сердечко. Так. И теперь трансформация, отображение, поворот на 90 градусов. И поставьте сюда. И эту часть перенесите на передний план. Выровняйте между собой. Так. Теперь эту часть трансформирования, отображения по вертикали, копия. И поставьте сюда. И опять выделите все части и выровняйте. Так. Идем дальше. Разгруппируйте щечку. И нам нужен этот блик. Копируйте и вставьте его. Так вот поверните. И чуть больше сделайте. Возьмите этот цвет. И поставьте сюда. Теперь трансформировать отображение по горизонтали, копия. И поставьте сюда. Я думаю нужно поменьше все-таки сделать эти блики. Так вот. Так. И выровняйте. Теперь возьмите этот блик, копируйте и вставьте. Чуть-чуть. Поставьте сюда. Чуть-чуть поверните. Так. Теперь возьмите этот цвет. Так. Так. Опять копируйте и вставьте. Поверните. И поставьте вот сюда. Вот такой получился простенький и миленький бантик. Так. Теперь возьмите этот цвет. Инструмент у нас перо. И нарисуйте здесь прямую линию. Опять сейчас будем с вами делать штришки такие. Так. Возьмите базовую линию. Так. И у нас здесь. Так. Ничего нет. А. Здесь поменяйте заливку на обводку. И тогда возьмите базовую линию. И здесь опять эта опция. Здесь галочка. И 12 на 12. И здесь. А. Четыре. А. Сори. Три. И теперь перенесите бантик. Со всеми бликами на передний план. Так. Я думаю. Нужно эту обводку подвинуть к центру. Вот так. И давайте наверное их сделаем все таки толщиной 2. Мне кажется так будет лучше. Но вы уже смотрите как вам нравится. Так. Посмотрим. Так. Теперь копируйте и вставьте голову. Сейчас будем делать обводки. И нам нужен здесь в обводке белый цвет. И кисть нам нужна будет вот эта. Сделайте чуть больше кожи. Копию. И сдвиньте ее. Это придаст динамике. Динамику нашей работе. Теперь с рукой. Тут надо разгруппировать руку. Копировать и вставить руку. Сделать копию побольше. И с помощью уже пипетки можно взять эту же линию. Только все равно выбирайте здесь эту кисть. И сейчас я все сделаю все быстрее. Чтобы не было так скучно смотреть. Везде ребят. Вы делаете то же самое. Где надо разгруппировать. Разгруппировываете. Ноги. Руки. Да. Уши. И. Добавляете. Копируете. Вставляете. И делаете чуть больше копию. И делаете для них белый фон. Белую обводку. Так. Теперь для. Возьмите тоже белую обводку. Инструмент кисть. Здесь должно быть максимальное смягчение. Окей. И нарисуем с вами вот такие вот сейчас. Завитушки. Это такие как бы ниточки. Вылазящие из мишки. Они придадут ему еще большую такую. Мимимишность. Вот так. И теперь нужно нам эти все ниточки перенести назад. Но конечно же сначала нужно снять блокировку с фона. Вот здесь. И перенести и ниточки и фон на задний план. Так. Хорошо. А теперь возьмем этот цвет. Инструмент. Эллипс. И нарисуйте вот такой вот. Примерно эллипс. Поверните его. И перенесите его и фон на зад. Так. Теперь возьмите эллипс. И сделайте его чуть побольше. Поверните еще вот так. И возьмите инструмент сглаживания. И немножко поводите по овалу. Оно добавит овалу немножко такой несовершенности. И это придаст изюминку дизайну. Так. Возьмите здесь любой светло-серый цвет и нарисуйте с помощью овала. Такой вот овал. И перенесите вот эти вот три формы на задний план. И для этой тени сделайте непрозрачность умножения. Так. И также для этой тени сделайте здесь 50%. Так. Так. А теперь поднимите немножко тень вверх. Угу. И сделайте вот эту форму чуть побольше. И немножко поверните. Так. Немножко еще подвигаем вот этот вот эллипс задний. Ну. Все, ребят. Наш милый мишка в стиле flat готов. Ну что, ребят. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравился наш урок. Если да, то жду от вас лайк. И обязательно подписывайтесь на канал. Будет очень много еще интересного про графический дизайн. И будет море уроков в Adobe Illustrator. Увидимся или услышимся в следующих видео, ребят. Пока-пока. Муа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок